Горная река и лес, укутанные в белоснежный покров. На кадрах с квадрокоптера открывается живописный зимний пейзаж. Сегодня здесь тихо. Строительная техника ушла в распадок. А ещё месяц назад в этом месте по руслу реки шагали экскаваторы. Здесь был хаос после наводнения. Навал брёвен, кустарника, камней, каких-то глыб, оторванных с предгорев этих гор. Мы вычищали русло, мы русло планировали, мы расширяли и углубляли русло. И, соответственно, делали подпорные насыпи с обоих сторон, для того, чтобы это русло не выходило из своих берегов. Дмитрий Мышкин говорит, что даже считать не берётся, сколько вытащили грунта и деревьев со дна рек. Песок с камнями использовали для укрепления берегов. Здесь их нарастили до трёх метров. По всем рекам экскаваторы идут от Байкала к Верховьям. Эта река – Большая Осиновка. Её протяжённость – 5 километров. Прошли уже 4. Остался один, но самый сложный. Строители говорят, что чем выше, тем труднее. В администрации Байкальска первое выездное заседание рабочей группы, созданное по поручению главы региона Игоря Кобзева. На повестке дня два главных вопроса. Подготовка к весеннему половодию и ликвидация отходов БЦБК. Слюдянский район – единственный селеопасный участок в области. Из 14 рек – 9 с угрозой схода селей. Представители власти, надзорных органов, учёные и общественники вместе решают вопросы защиты населённых пунктов. При проектировании работ использовали опыт Кабардино-Балкарии. Там сели не редкость. Самое страшное место, которое мы защищали совместно с МЧС, это район 202-204 дома Гагарина, где фактически река уже вошла в город. Мы сегодня полностью всю эту смесь, которую вытащила река, вернули полностью в габарит и сделали отсыпку 40 метров. То есть мы защитили город. Замглавы Байкальского муниципального образования Андрей Должиков на месте показывает, что успели сделать за последние 4 месяца. Работают сегодня на пяти реках Большая и Малая Осиновка, Бабха, Солзан и Харлахта. На расчистку русел рек из областного резервного фонда направили более 80 миллионов рублей. Вообще эти мероприятия проводились ежегодно. Просто после летнего наводнения, которое было у нас здесь, этих работ гораздо больше. И поэтому объёмы этих работ гораздо больше сейчас проводят, чем проводились раньше. То есть когда летом был поводок, нанесло столько? Нанесло очень много, да, древесных отходов, грунта. И всё это нужно убрать для того, чтобы вода могла спокойно уйти. Работа по углублению, по тому, чтобы твёрдым каким-то грунтом, прижать его к стенам и так далее, это понятно, что это не постоянное решение. И инженерные вещи в виде бетонных всевозможных конструкций и так далее, они находятся уже в планировке. И в течение двух-трёх лет это необходимо, конечно, реализовать. Также Таймур Магомедов отметил, что будут расчищать и обводные каналы, а ещё прорабатывают вопрос снижения уровня надшламовых вод. Ирина Благривая, Александр Волков. Из Байкальска. Новости сейчас. Новости сейчас.